здравствуйте дорогие участники научно-практической конференции посвященной трезвости как основе устойчивого развития общества меня зовут гапонов алексей алексеевич я глава русского космического общества и я представлю вам доклад небольшое сообщение 10-минутное по теме человечество и его роль в космической эволюции жизни являясь главой русского космического общества и членом международной научной школы устойчивого развития имени побиска георгиевича кузнецова иначе называемой школой русского космизма мы смотрим на жизнь глазами наших учителей глазами тех людей которые всю свою жизнь посвятили изучению проблемы жизни как явление космопланетарного это большая плеяда ученых которых объединяет нечто общее которых есть некий инвариант и это не только любовь к россии детьми и патриотами которые они являлись жива в разные эпохи и до революции после и в новое время но в первую очередь их объединяет то что все они смотрели на жизнь как явление космическое они рассматривали это явление с разных сторон например великий федоров являясь как его принято считать отцом русского космизма который подарил нам идею об общем деле человечества который подарил нам идею о том что человечество должно победить смерть и лишь тогда но в полной мере может считаться сбывшимся состоявшимся например владимир вернадский подаривший нам учение о биосфере и учение о ноосфере как о высшей форме организации живой материи который подарил нам биогеохимию как науку которая изучает закономерности и законы и принципы развития жизни живого и костного вещества например дмитрий менделеев который подарил нам модель таблицу химических элементов которые показывают эволюцию и генезис развития костной материи костного вещества но и биокосного вещества если развивать уже идеи заложенные им в основу этой таблицы конечно нельзя здесь не вспомнить сергей александровича подолинского сергей андреевич подолинского с его трудом и его отношением к распределению энергии во вселенной который вообще рассматривал жизни человека как антиэнтропийный фактор и который подарил нам потрясающие ключи потрясающие знания и подхода к пониманию того в чем же истинная природа и предназначение человека и общество потому что человека без общества не существует также как общество не будет существовать без человека это как организм и его клетки кого еще здесь можно выделить многих многих можно просто перечислять эти фамилии но я отсылаю вас к нашим трудам отсылаю к трудам международной научной школы устойчиво развития имени побиска георгиевича кузнецова в которую входят конечно труды самого побиска кузнецова и его пятитомник сейчас мы издаем шестой тон наука развития жизни это должно стать буквально настольной книгой для тех кто хочет через призму междисциплинарного синтеза посмотреть на проблему жизни на проблему законов природы законов исторического развития связи законов природы и законов исторического развития все это энциклопедически охватил побиска конечно же работает бориса и вянча большакова олега леонидiker кузнецова в которых развиваются идеи которые были заложены их предшественниками учителям обиском игру чем кузнецовым и мировоззрение устойчивого развития наука устойчивого развития инженерии устойчивого Региональное проектирование устойчивого развития. Это уже работы Екатерины Федоровны Шамаевой, которая будет выступать дальше. Андрея Аркадьевича Головина, который тоже развивает потрясающе значимую и очень важную идею социального времени, управления социальным временем, бюджетом социального времени, который фактически отсылает нас к одному из экономических законов, закону роста свободного времени. Это очень важно при учете и планировании управления социо-техническими, социо-экономическими системами. Начать можно изучение этой проблематики с нашей работы, которая была выпущена совместно с Борисом Евгеньевичем Большаковым, но, к сожалению, уже после его смерти она вышла, в которую легли в основании его труды, переработаны, актуализированы. Это общая цель развития человечества и биосферы, научное основание проектирования будущего. Важный труд, там достаточно простым языком, концентрировано, изложены те основные моменты, которые необходимо знать и понимать для того, чтобы ответить о месте и роли человека и общества в эволюции жизни на Земле. Я же очень коротко сейчас постараюсь ответить на этот вопрос. Дело в том, что мы понимаем, мы, школа русского космизма, понимаем человека как духовный орган природы, созданный для управления стихийными силами природы, который в своих средствах над природой господствует. Мы стали мощной геологической силой, мы обладаем огромными технологическими, техническими, техногенными возможностями преображать лик планеты, влиять на биосферу планеты и даже уже на околоземное и космическое пространство. При этом в своих целях мы неизменно подчинены природе. Мы сейчас не затрагиваем сферу бестелесную, сферу идеальную, сферу, которую принято относить к зоне ответственности религии. Говоря о Боге, о бессмертии души, мы говорим о функции в природе, функции человека в биосфере, функции общества в биосфере, функции вот этого единого планетарного пока организма, а дальше космопланетарного организма, который можно назвать в будущем, потому что пока мы не являемся этим единым планетарным организмом, мы пока смотрим в разные стороны, по-разному понимаем себя. Так вот, человечество или земляне, как идентичность, как это целое, проявленное множеством индивидуального. Так вот, у нас есть понимание, повторю это определение, человек – духовный орган природы, созданный эволюцией, соэволюцией живой и костной материи, направленного в ее развитие, для управления стихийными силами природы с целью сохранения развития жизни. Дело в том, что разум человека и человеческой популяции – это уникальный эволюционный инструмент природы, который ей необходим для того, чтобы сохранить развитие жизни. Мы несемся в бескрайнем космосе, наша планета является песчинкой, мы подвержены влиянию небесных тел, мы подвержены влиянию случайных угроз, которые могут прилететь к нам из открытого космоса, будь то астероиды или какие-то электромагнитные колебания, которые могут нарушить хрупкую архитектуру электромагнитных, полевых, гравитационных и других основ нашего дома, нашей Земли. И, конечно, если бы не было разума человеческой популяции, если бы не было творческой, научной и технической мысли, то планета была бы обречена, жизнь на ней была бы обречена. Но с появлением человека, с появлением научно-инженерной мысли, позволяющей конструировать, создавать, проектировать технические системы, которые могут решать задачу отведения этих угроз, могут решать задачу сохранения развития жизни за пределами нашей планеты, в перспективе, когда мы здесь решим на поверхности нашей Земли те проблемы и противоречия, которые разрывают сегодня наш цивилизационный организм и ставят саму жизнь на грань существования угрозой ядерной или других форм уничтожения ее биосферы. Так вот, как только мы преодолеем эти противоречия, а сделать мы это можем только будучи устремленными к звездам, только понимая, что Земля не замкнутая система, и пределов роста не существует. Существуют бескрайние возможности к развитию Землеоткрытой системы. Взявшись за руки, соединившись общностью целей и судьбы, мы можем двигаться в одном направлении к одной цели. Наоборот, не как глобализаторы сегодня нам предлагают, стирая отличия, уникальные способности, уникальные особенности цивилизационные, культурные, исторические, каждого народа, человека, этноса, но наоборот раскрывая их в полноте, разворачивая через призму универсальных этических и нравственных ценностей, всемирных этических и нравственных ценностей с одной стороны, и уникальных, специальных, присущих той или иной культуре особенностей с другой. Так вот, космос сегодня – это тот инструмент, если можно говорить так, языком системы управления, который позволяет нам выйти из губительных войн и направить невероятные ресурсы, творческие, интеллектуальные, трудовые ресурсы, экономические ресурсы, которые могут появиться у нас, если мы выйдем из этого замкнутого круга войны, направить их на освоение сначала нашей планеты, для того, чтобы выстроить эту систему отношений, для того, чтобы сформировать человека, способного и реализующего свою способность к созидательному творчеству во имя сохранения и развития жизни, а далее – пойти открытыми дорогами к звездам и понести туда дальше жизнь, сначала в пределах Солнечной системы, а потом далее. Так вот, какой человек нужен космосу? Какой человек нужен природе? Конечно же, твердый человек, трезвый человек, целеустремленный человек, ответственный человек. И обратите внимание, что слова «трезвость» и «твердость» – это слова одного извода. Это тверезый человек, твердый человек, целостный человек – это все категории одного извода. Твердость, целостность, твердость и трезвость. Поэтому трезвость ведь не только физическая, но и интеллектуальная, но и духовная. Что такое интеллектуальная трезвость? Интеллектуальная трезвость – это трезвое мировоззрение. Это понимание мира и места в нем человека через призму, его предназначение, его функции. Понимание его в структуре мироздания, в структуре биосферы нашей планеты. Понимание направленности эволюции и существования объективных законов, о которых вы можете почитать, о которых вы можете... Сегодня удивительное время, потому что знания открыты. Да, их очень много, очень много информации, она сбивает с толку. Но, тем не менее, кто ищет, тот найдет. Стучите и откроют вам. Поэтому короткое сообщение, оно немножко, может быть, сумбурным вышло, но тема уж слишком велика. За 10-12 минут объяснить космическую роль человека и человечества непросто. Заканчивая, я просто сформулирую еще раз. Космосу нужен человеческий разум. Человеческий разум, который способен преодолеть противоречия индивидуальной смертности и смертности, в том числе нашей планеты, жизни на нашей планете. И вечностью жизни, как космопланетарного явления. Жизнь – геологический вечный процесс, развивающийся в масштабах Вселенной миллиарды лет. И лишь сейчас мы, как человеческая популяция на этой планете, пришли к этапу, когда способны сделать шаг к ноосферному миру. А ноосферный мир – это мир разума. А разум от ума отличается тем, что он соизмеряет свою деятельность, соизмеряет сущее с должным. Он ставит цели, соотносит эти цели с целями развития биосферы. И эти цели нам сегодня известны, в нашей научной школе они известны. И свою деятельность согласуют с этими целями во всех системах жизнеобеспечения, начиная от управления, образования, культуры, науки и так далее, и так далее, и так далее. Вот сегодня у нас есть в руках с вами инструмент для того, чтобы победить войну через постижение и правильное применение законов природы. Базовым из которых, конечно, является трезвость как основа устойчивого развития жизни на нашей земле. Спасибо вам, друзья. Пусть остальные доклады сегодняшней конференции будут содержательны, и пусть они будут полезны в нашем общем деле. Победы над войной. Спасибо.